Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. И сегодня гостем в студии является эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкоунс. Здравствуйте. Добрый день. Телефон на прямого эфира, как обычно, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также есть номер в WhatsApp, который вы можете писать. Это 230-6191. Ну и первый вопрос. Год только начался, вот буквально только что. Известно, что в этом году многое изменится в политике, в том числе, скажем, уменьшится выплата безработным и так далее. То есть вот такая социальная сфера, она как раз-таки под изменениями. Как вы вообще оцениваете, как вы смотрите на 2020-й? Ну, как, если мы смотрим на этот, по базу безработных, для безработных, конечно, он уменьшается срок, то есть с 9 месяцев на 8 месяцев. И выплата меняется. Первые два месяца остается, как было, но потом она более резко уменьшается, чем раньше, да. Это для... Если мы смотрим второй такой вопрос от социальной сферы, тогда, конечно, ну, можно сказать, что хорошо, что в конце концов сдвинулся, ну, появился сдвиг в социальной... То есть по базу, пособие на социальное обеспечение, это минимальная сумма, которая была все время с 2006 года, не поднималась, она была 64 евро. Она в конце концов, на следующем году все-таки база растет на 80 евро, что впоследствии дает то, что помощь инвалидам увеличивается. Но это, ну, небольшая цифра увеличивается. По проекту должно было увеличиваться до 99 евро эта база, но для этого потребовалось бы 27 миллионов, которых все-таки не нашли. Вот как раз от пособия безработных взяли там 12 миллионов, и 10, неполных 10 из них использовали для увеличения пособия на... Ну, то есть пособия... Ну, база пособий для инвалидов и база для минимальной пенсии. Значит, и в этом году, значит, минимальной пенсии уже не будет там, как было 70 евро от 10 до 20 стажа, и 83 для тех, кто 21 год стаж и выше до 30 лет, и там, если свыше 30 лет, там была база, минимальная пенсия 96. Значит, на данный момент эти все цифры увеличились. Конечно, не на том уровне, как было предусмотрено, ну, эта база должна была увеличиться до 99 евро. К сожалению, это не так, значит, ну, как-то неравенство все-таки будет увеличиваться, потому что если с 2006 года этот пособие, база этих пособий всех, она не увеличилась, а остальное все шло вверх, да, тогда, конечно, мы понимаем, что это пособие, она отстала, очень отстала, и, ну, с другой точки зрения, министерство благосостояния сделали хоть такой, ну, небольшой, но шаг вперед для увеличения этого база пособий. Да, значит, это такое, ну, можно сказать, сделано хорошо. Если мы смотрим так еще по социальной сфере, тогда, конечно, чуть-чуть увеличен необлагаемый минимум на ежевенце, то есть, отбегом с права года и без вашей персоны, то есть, он с 230 увеличен до 250, что делается раньше было, значит, получал на руках человек, ну, который работал, конечно, и мог использовать это облегчение, это облегчение, фактически, в фактических деньгах было 46 евро, на следующий год будет 50 евро, да, ну, то есть, если мы смотрим на семья с детьми, тогда там есть два этих основных инструмента, один – диминс валс-пабалс, то есть, пособие на ребенка, и второй вариант – это облегчение на ребенка, да. Ну, значит, если мы смотрим первый ребенок, тогда сейчас там, по-моему, 1138 – это база этого пабалса, который тоже, он из 25 лет по своей сути, он… Не меняется. Не меняется, но чуть-чуть. Он когда-то был 4 лат 50, 4 лат 50 – это в древних 93-м году, да, так что понимаете, что… Но он по своей сути не… Ну, он очень отсталый, да, и если родители работают и могут использовать облегчение, значит, они плюс получают с этого года 50 евро, но вместе взяты – это 61 евро. Ну, значит, это довольно все-таки маленькая сумма, таких других очень резких изменений нету. Ну, что есть, ну, такое, можно сказать, нехорошее для экономики, но хорошее для тех, кто пользуется дешевой рабочей силой, и для тех, кто, ну, то есть, сохраняет экономику дешевой рабочей силы, и для тех, кто платит в конвертах, для них есть очень хорошо сделана сейчас система, что облегчение, то есть, неблагоминимум дифференцированный, он от 230 евро поднят до 300 евро, то есть, каждый, кто работает, ну, и получает, ну, довольно небольшую заработную плату, до 500 евро он будет получать на руках от этого 60 евро в месяц. Это такое хорошее пособие, да, но если мы смотрим на экономику, так как раз для экономики это самое худшее, что можно сделать для экономики в стадии развития, то есть, дифференцированный, неблагоминимум – это самое плохое, что можно сделать, да, потому что это очень дает большие преимущества для тех, кто платит маленькие заработные, официально платит маленькие заработные платы, для тех это очень-очень выгодно. То есть, это провоцирует вот такую оплату в конвертах и серые зарплаты? Две такие точки. Он сохраняет нас как экономику дешевой рабочей силы и очень выгодный для тех, кто часть платит в конвертах. Очень выгодная система. И если мы смотрим экономику в целом, тогда если предприятие одно платит таким образом, но другое платит легально, тогда тот, кто платит легально, он теряет способность конкурировать в этом рынке. Это очень-очень-очень нехорошо. Если мы смотрим на развитие экономики, это самое худшее, что можно придумать. Но наши все-таки как-то смогли это все придумать и смогли еще сделать еще более выгодно. Если в прошлом году такой человек получал 46 евро на руках из-за этого, то в этом году он уже будет получать 60 евро в месяц. То есть, вы думаете, что из-за этого процент серой экономики в Латвии увеличится? Во всяком случае, если мы смотрим экономику, тогда теневая экономика, когда растет, когда мы в период кризиса, обычно теневая экономика растет. Ну, там это неизбежно почти, чтобы выжить, люди делают все. Но когда уже выходит из кризиса, теневая экономика должна уменьшаться. Ну, это самое нормальное явление, если люди уже живут лучше, тогда уже не хочется там заниматься ерундой, не хочется рисковать и все. Давай на бухгалтерию вести, да. Да-да, и черной бухгалтерии эти деньги покупать, которые все-таки, чтобы наличными платить, это тоже есть, это целая система. Тогда обычно теневая экономика, особенно оплошнялгос, то есть, ну, вот эти конверты, они уменьшаются. Но феномен для Латвии из-за этого дифференцированного, не облагаемого, в 2017 году против 2016 возросла теневая на 1% пункт. То есть, около 4,5% увеличилась теневая экономика из-за этого феномена. Я не знаю, сейчас еще данные на 2018 года нет, но тоже не будет то, что должно быть, что теневая идет вниз, она, по-моему, или будет оставаться на прежнем уровне, там, 22 или 24, как они там, по разным расчетам, да, но во всяком случае не будет падать, может быть, она даже будет возрастать. То есть, ну, конечно, тут есть то, что вид работает более-более мощно, да, что, конечно, будет затруднять эти выплаты, но они были, есть и будут. Если есть провокации со стороны налоговой системы, что, ну, то есть, регулирующая функция регулирует так, что, или ты должен работать как по дешевой рабочей силе, то есть, низкая отдача с низкой добавленной стоимости, то есть, делает товары, которые очень, ну, маленькая добавленная стоимость на 1 час труда. Ну, так мы можем сказать, что, ну, как мы можем смотреть на экономику, если человек за 1 час или за 1 рабочий день создает столько продуктов, которые можно продать за высокую сумму, или же он создает там такие, ну, товары, которые очень дешевые, которые, ну, то есть, эта модель способствует экономике дешевой рабочей силы, что самое плохое, что может быть. Мы не растем так, да, так, как должны расти, если мы, ну, сравнение, конечно, нехорошее с Эстонией, да, потому что, ну, там они в начале века сделали очень большие реформы, те, которые мы сделали позапрошлом году, они сделали эти реформы, они сделали, ну, две основных реформ, то есть, на УЗН, то есть, корпоративный подоходный налог, они сделали систему, которую мы сейчас сделали, конечно, сначала было на 2 года было упадение платежа этого налога, потом экономика пошла вверх, и они получили и этот корпоративный подоходный, и все другие налоги больше, и у них заработные платы выросли, потому что у них была очень плоская, для тех времен довольно низкая подоходный налог, 20%, когда у нас было там 25, 26, 23, у них все время 20, да, так что они смогли эту свою экономику сдвинуть вверх, мы это запоздали, мы держали довольно большие ставки на налогов, которые всегда, ну, не дают возможность расти экономике и расти заработным платам, что очень важно, что если мы сделаем большие ставки на налогов, то есть ставки, да, которые у нас довольно большие, да, тогда мы снижаем возможность предприятиям платить более высокие заработные платы, и это отдаёт довольно нехороший момент на экономику. Но самое тут такое плохое в том, что этот дифференцированный необлагаемый минимум, который по всем там официальным, официальные там наши рассказы, которые идут, они рассказывают, что это для того, чтобы уменьшить неравенство, как раз наоборот, это самая-самая большая под, ну, под, вот, как говорится, помощь, как можно сказать, отбался даже, ну, поддержка, да, для тех людей, которые без изжименцев, и которые получают в этом году 500 евро в месяц брутто, значит, они будут получать каждый месяц от государства поддержку 60 евро без изжименцев. Это самая большая группа, которая это помогает. А если мы смотрим, что рядышком есть кто-то другой, у кого есть там двое детей, он, и он зарабатывает больше, потому что кормить детей-то надо, и там уже 500 евро не обойдешься, там надо чуть больше, если двое детей, да, и, значит, у него заработная плата, и для него этот необлагаемый минимум будет меньше. Вы понимаете? И тут появляется, что между социальными группами, как можно сказать, человек с изжименцами или инвалидность здесь имеет, да, и всё такое. И вот человек, который имеет полную рабочую способность, но по каким-то интересным, неизвестным причинам официально работает на 500 евро, и для них будет увеличиться разница, ну, как, не, то есть неравенство будет расти между этих групп, к сожалению, да, значит, эта цель, они, поэтому есть, если мы смотрим, как система Франции, да, там есть тоже, там есть прогрессивность, но там прогрессивность считает домохозяйство, сколько на домохозяйство есть доход, на душу домохозяйство, и если это повышает какую-то сумму, тогда есть, ну, прогрессивность, да, если такая система, тогда это, конечно, уменьшает неравенство, но латвийская система с дифференцированным необлагаемым, она увеличивает неравенство. Вот можно ли говорить вот из того, что вы все рассказали, что все-таки, не знаю, может, последние годы появилось, ну, у правительства или у правящей коалиции такое понимание, что нужно делать какую-то комплексную социальную систему продуманную, да, потому что вот вы упомянули Францию, например, в Соединенных Штатах, когда заполняется декларация о доходах, там практически каждая семья это делает, да, там как раз вычитается количество семьи из дивенции, если есть кредиты, это тоже из налогообложения вычитается. У нас пока такой системы нет, и действительно, мы говорим о какой-то демографической политике, но семья с детьми получается, исходя из этого, даже в какой-то степени более ущемленная, чем одинокий человек. Ну, к сожалению, это так, что у нас политика все время была рассчитана на человека, который один, без режименцев. Для него вся налоговая политика. И самое плохое, что вот последние, по-моему, 4 года, как раз этот, когда ввели дифференцированные и необлагаемые, тогда, конечно, это очень-очень явно. Ну, у нас и даже во время кризиса все было так, что, можно сказать, что кризис вынесли на своих плечах семьи с детьми, потому что они получили самый большой такой ущерб, если мы смотрим по социальной сфере, самый большой ущерб. Что было хорошо? Хорошо было то, что в 13-м году начали сделать концепцию минимального дохода. Ну, минимального уровня дохода, да, концепция МИЛ. Значит, она была хоть так, что она была предусмотрена для того, чтобы если в семье кто-то получает, ну, она уже смотрела комплексно на семью и смотрела, что если семья, если первый человек от семьи, ну, один, первый член домохозяйства получал меньше 20% от среднего дохода по государству, от медианы, ну, это так, ну, техника, то есть от среднего государства дохода, тогда государство должно сделать инъекции, то есть, ну, вмешиваться, что она доплачивает до этой суммы. И на вторую душу в домохозяйстве этот коэффициент был 0,7 от 20, то есть в конце концов 14% от среднего дохода по государству. К сожалению, мы в прошлом году были очень близко к тому, чтобы эту концепцию в конце концов привести в жизнь, да, но я, как я и говорил, что 27 миллионов на это требовалось, но этих 27 миллионов не нашли. Вот нашли плюс 35 миллионов, ну, в конце концов, вместе с 20, которые были уже рассчитаны на дифференцированный необлагаемый минимум, туда загнали 55 миллионов в этом году, но там, скажем, для медиков и для вот концепции минимального дохода, которая реально сделала бы нас более социально ответственным государством, для этого денег не нашлось. То есть деньги ушли на популизм, но не ушли туда, куда они должны были быть. Вот так, если вы говорите про то, что... Система. Система. Да. Такая система, общая система, когда смотрит государство на семью, на домохозяйство, а не на одного человека, который без изживенцев, без чего, да, что он, государство там, по идее, очень, если он имеет полную работоспособность, нету инвалидности, ничего, государство там не надо вмешиваться. Если человек выбирает... Он сам себе обеспечивает. Он сам. Если он один, да. Он сам должен думать, и если же в конце концов он никак не хочет о себе думать, тогда, ну, на акцию подтвердить, ну, там ничего не сделаешь. Если бы человек выбрал такой путь, ну, я как в Лондоне, да, там есть люди, которые вечером, когда закрываются магазины, там ставят около магазина, там дует этот тёплый ветерок, да, он там лежит. Ну, что сделаешь? Человек выбрал такой путь, да. Государство там вмешиваться нету, ну, такого очень большого повода, потому что государство там ничего не может делать. Государство должно, когда вмешиваться? Когда есть человек с ограниченной трудоспособностью, это или же он инвалид, или же он в пенсионном возрасте не может столько работать. Человек заболевания какое-то, да. И если у него есть дети, если у человека есть дети, тогда, конечно, ребёнок никак не виновен в своей финансовой ситуации, он на неё не может повлиять, и значит… Вот здесь должна быть государственная поддержка. Государственная поддержка. А наше государство сделало самую большую поддержку для полностью работоспособных людей, которые по каким-то интересным причинам получают зарплату 500 евро в месяц. Ну, вот интересно, что мы знаем, что с 2013 года не ведутся подсчёты ни прожищенного минимума, ни минимальной потребительской корзины. Вот на ваш взгляд, это как вот делается умышленно, или действительно просто нет методики, как это всё сделать, чтобы мы реально понимали, а сколько сейчас вот нужно среднестатистическому латвицу для более-менее нормальной жизни. Я понимаю, что у каждого свои какие-то там интересы и потребности. Но есть какой-то, наверное, минимум, без чего нельзя? Ну, я бы сказал так только. Ну, только так. Я бы сказал, что сейчас должно быть так, что на первую душу домохозяйству должно быть около 500, на вторую и следующих от 350 до 400. И вот дальше мы можем посчитать, сколько в месяц надо. И, значит, мы знаем, что если семья двое взрослых и двое детей, тогда мы понимаем, сколько там надо. Что там это около, крутись, вертись, как 1500-1600 обязательно надо на руках. Это есть одно. Тогда можно все платежи коммунальные и все потребности семьи. Можно жить, но там это уже непрекрасно, потому что шиковать там уже надо 2000 на душу или даже больше. Но этому нету потолка. Потолка. Шику нету, и хорошей жизни нету потолка. Но так, чтобы нормально выжить, чтобы, ну, если мы смотрим, как социально ответственный государство, тогда, конечно. Но, конечно, человек сам должен зарабатывать, он сам должен о себе заботиться, если он имеет полную работоспособность. И если есть работа, если государство сделало так, что, ну, скажем, государству есть выгодно делать рабочие места, которые, ну, более с высокой добавленной стоимости и с более высокими заработными платами. Да, это так. Но, к сожалению, у нас невыгодно так и делать, и у нас убегает. Если же мы смотрим насчет этого, который был у нас, этот корзинка. Да, минимальная потребительская корзинка. Минимальная корзинка, тогда, конечно, она была основана еще в 80-х годах, потом в 90-х, в начале 90-х годах ее отутвили, Обновили чуть-чуть, да, были соответствующие правила, да, Совет Министерства. Республика этот, и там, конечно, уже, если хлеб при Советах стоил 16 копеек в килограмм, и сейчас он 1,60 килограмм, тогда, конечно, эта корзинка уже, ну, довольно такая была. Да, но что есть хорошее весть в том, что Министерство благосостояния получило задание, несколько лет назад получило задание сделать эту корзинку. Да, так пока еще не сделало, да. Но, понимаете, в чем суть? Потому что это очень-очень такая храпотливая работа, которая имеет в виду, что нужно очень большую, высокую квалификацию. И у нас в Латвии, конечно, очень мало возможностей, ну, сделать такое. Но, в конце концов, в прошлом году Министерство благосостояния все-таки нашла, из конкурсов, делала конкурсы, конкурсы, потом все-таки нашла группу исследователей, которые сможет эту сделать. Да, это очень хорошо. И я думаю, что в течение этого года, я не знаю, какие у них там сроки, удастся ли в этом году или нет, это, конечно, было бы очень хорошо, если было бы для некоторых из этих социальных групп, нам было ясно, сколько нужно для ребенка, сколько надо на взрослого без детей, сколько надо на семье на трое или четверо или пяти детей, и сколько надо на пенсионера. И сколько все-таки надо еще на инвалида, потому что у него есть еще и другие потребности. Нет такого у вас ощущения, что вот в результате налоговой реформы, которая по существу в прошлом году, вот мы ее почувствовали, да, что она как бы направлена была не на то, чтобы стимулировать, чтобы люди больше работали. Я что имею в виду? Мы знаем, что если, к примеру, кто-то работал не на одной работе, а больше, на двух, на трех подрабатывал, то потом в результате оказывалось очень часто, что он должен государству, потому что была дифференцирована вот эта ставка, 20% и 23%, и если он за этот рубеж, по-моему, 1600 евро переваливал, поскольку он работал на двух, на трех работах, то ему потом вид, подарок в виде того, что он, оказывается, еще должен государству. То есть работал на двух-трех местах, пахал-пахал, платил налоги, а потом выяснил, что он еще государству должен. Ну, во всяком случае, система, которая введена у нас, этот дифференцированный, необлагомо... Это самая ужасная, нехорошая система, которую можно ввести. Если же мы смотрим на... То есть, если на двух работах, тогда там на одной было 23, на одной 20. Ну, там, во всяком случае, если мы смотрим, что прямая прогрессивность во времени развития экономики, она, по идее, противопоказана. Никогда... Если государство хочет, чтобы тут выходила инвестиция на таких рабочих местах, где большая добавленная стоимость и большие заработные платы, тогда никогда в течение развития, экономика развития, не должны делать такие прогрессивные ставки. Ну, хорошо сделали, ну, там хорошо сейчас кто-то получает доплачивать, кто-то должен доплачивать, кто-то получает подарок в конце года, да, если мы смотрим, тогда этот в этом году автоматически будет увеличиваться на 1,09, то есть на 9% будет увеличиваться, то это ставка для необлагаемого, да. Ну, у кого зарплата вырастет на 9% и больше, тот получит в конце года, то есть в начале следующего года подарок. У кого зарплата не вырастет, останется на месте у него, он должен будет доплачивать. Но это, во всяком случае... Что-то тут не то. Это так мягко говоря. Очень мягко говоря, это не то. Эти оба системы дифференцированы. Это вообще феномен, который можно придумать только в Латвии, по-моему, да. Ну, по-моему, кто-то... Это трудно придумать, и еще более трудно. И то, что мы все время смотрим, что в каких-то государствах есть прогрессивный поддоходный. Во-первых, надо смотреть, это идет на доход домохозяйства или на душу, на душу рабочего. Мы эти две вещи всегда путаем, да. И очень важно смотреть, это экономика уже развитая, где есть капитал, где капитал создает ситуацию, что на душу рабочего мы можем создавать не 15 тысяч, или, ну, как у нас на душу рабочего в течение года создается валовый продукт около 33 тысяч, да. Да, это так, да. 33 тысяч, но если мы смотрим, но больше, куда больше. Потому что этим не хватает, потому что если мы смотрим валовый продукт около 30 миллиардов на... Ну, хорошо, у нас непольные 2 миллиона, но если мы просто смотрим 2 миллиона, значит, получается 15 тысяч на душу валовый продукт. Это... Маловато. Очень маловато, да. Если же есть капитал в некоторых странах, где он оседлал очень длительное время и создал экономику очень эффективную, что вот человек, один человек создает более мощную, то есть более высокую, только добавленную стоимость за год, скажем, там 100 тысяч или больше, да. Тогда, конечно, там уже можно сделать какую-то прогрессивность, потому что там, значит, все создано так, что там работать будет, убегать нормальной заработной платы не будет. Эта экономика существует. Но если есть экономика, которая должна развиваться, там абсолютно другие правила. Как в Латвии, например. Это, да, абсолютно другие. Это если ты едешь в гору, тогда ты должен переключиться на третью скорость. Если с горки, тогда вообще можно убрать скорость. Не надо, да. Это разные условия, при разных условиях есть разные пути, как надо действовать. А если мы берем метод, что вот якобы едем по равнине и можем на пятое там кататься, да, и мы думаем, что этим же способом можно ездить в гору, тогда оказывается, что у нас и коробка, и двигатель, ну... Да, все, да, не тянет. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, также номер WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, звоните, пишите. У нас сейчас в гостях эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкоус. Да, вот как раз мы знаем, что правительство не скрывает, что именно в этом году разработают какие-то поправки, коррекции в налоговой системе, уже создана рабочая группа. Вообще конфедерация как-то вовлечена в этот процесс, потому что из того, что вы рассказали до сих пор, создается такое ощущение, что или не слушают экспертов, или слушают, но в голову не берут. Ну, я должен сказать так, что в 16-17 году очень-очень слушались для организации экспертов, да, и для работодателей, и тоже профсоюзов тоже, да, очень-очень слушались, и основная реформа была сделана так, как, ну, как надо, как эстонцы сделали 20 лет назад, да. Основная реформа. Но в конце концов, все-таки, там умудрились, там была одна партия, которая все-таки прижала, что там надо вводить этот дифференцированный. Какая партия? Ну, это было вену в то время, сейчас такое нету, сейчас, по-моему, явно вену. Да, явно вену, типа, да. Но это, значит, или другая, я не знаю, или та же самая. Та же самая. Они нажали то, что надо дифференцированный. То есть, попортила, весь этот хорошую реформу сделала, что в конце концов она дает не совсем хорошие плоды. А вы знаете их мотивацию, почему им нужен был дифференцированный минимум? Потому что это очень популистический. Он очень-очень популистический звучит. Там не надо очень много рассказывать, там не надо знать экономику, там ничего не надо знать. О, если ты получаешь более маленькую заработную плату, мы тебе даем больше от государства... Послаблений. Послаблений, то есть, ну, отбас, ну, поддержку. Поддержку, да. И всё. И это очень хорошо, это для, если мы так смотрим, чтобы понять, что в конце концов это имеет дело. Ну, как в экономике смотрит, на налоговую систему, на налоговое бремя, да. Смотрит так. 67% от средней заработной платы без изживенцев. 100% и 150% от средней заработной платы без изживенцев. Это первая графа. Потом есть вторая графа. 67% от средней заработной платы без изживенцев. Потом третья графа. Это же самое, но уже с двумя. Потом четвёртая. Если человек смотрит только на первую графу, то есть 67%, 100% и 150% без изживенцев, тогда всё в порядке. Значит, это как, ну, повершиба, очень большая поверхность, очень-очень резкая поверхность, что посмотрели только первую графу. Но не посмотрели дальше. Вы же должны, государство, думайте и посмотреть дальше. Это хорошо. Министерство финансов может посмотреть первую графу. Но министерство благосостояния должно было сказать, дорогие люди, у нас есть и люди в этом государстве, есть ещё люди, у которых есть дети. Есть они. И даже большинство, да. Ну, не скажем большинство. Ну, по сравнению. Есть довольно большой процент, ещё не… Потому что, если же мы смотрим на систему, вот молодой человек, он заканчивает там вуз, 24-25 лет, он хочет создавать семью. На что он смотрит? Он смотрит, как он будет, как семья, ну, нормально скажем, двое детей, он жена и двое детей. Как мы будем жить в Латвии? В Латвии, оказывается, семья, с двумя детьми, необлагаемый минимум для самих, если они будут нормально зарабатывать, но не держаться на маленькой заработной плате и на конверт, значит, у них будет необлагаемый минимум маленький. На изживенце, на данный момент он меньше, чем для человека, который получает маленькую зарплату и без изживенцев, да. Там это, ну, пособие на ребёнка первого очень маленькое, на второе чуть больше, но тоже маленькое. Ну, сравнить на первого 11-38, на второго он получает 32 евро где-то, да, сейчас с доплатой 10 евро, 32 евро, да. И возможность заработать, если они имеют среднюю заработную плату, то есть, 1100 на бумаге, от которой будет изниматься этот необлагаемый, он будет уже почти всё утерян. Значит, необлагаемого у него почти вообще не будет, у этих двоих малых людей, да. Значит, на руках он будет получать меньше, чем надо для нормальной жизни. Та же Эстония, средняя заработная плата около 1400. Налоги, которые с человека берётся, они меньше. За первого ребёнка он будет получать 55 евро, но не будет получать необлагаемые изживенцы. За второго он будет получать, опять же, 55 евро пособие, плюс он будет получать там медицину своевременную, и для себя, и для детей, да. То есть, эта корзинка, социальная корзинка, что человек, как семья, молодая семья может жить, мы с этой и конкурируем, и с заработными платами, которые средние у нас куда меньше, и с этими социальными льготами или пособием, как поддержка от государств для семьи с детьми. И если так смотреть, если ещё третий ребёнок появляется в семье, тогда в Латвии за третьего будет доплачивать 100 евро, в Эстонии 400, то есть для ребёнка 100 и для родителя, для мамы ещё 300. Тогда, понимаете, семья с тремя детьми государство в Эстонии прямо получает возможность получать более высокую заработную плату, ну, если он квалифицируется по средней заработной плате, плюс ещё он больше, чем 510 евро, он получает только пособие на детей, только пособие, да. И в Латвии это он не облагаемый, он будет терять среднюю заработную плату ниже, и на пособие на детей около 160 евро. Но ведь это выходит как раз из-за того, о чём вы говорили, что Эстония провела свою реформу ещё в 2000-х, а Латвия только сейчас. Можем ли мы рассчитывать, что лет через 10, условно говоря, мы тоже всё-таки выйдем на достойный уровень? Хотелось бы раньше. Хорошо. Понимаете, что важно? Эстония никогда не сделала такую систему, как у нас сдифференцирована. Никогда. Она никогда не сделала, и она держала, и прогрессивность, она держала, без прогрессивности, она держала все эти 20, ну, по-моему, 18 лет они держали плоская ставка подоходного налога. Если мы впредь будем продолжать идти на популизм, тогда ничего хорошего тут не будет и через 10 лет. Если же мы будем, в конце концов, подходить не поверхность, но если мы будем продолжать подходить к системе налогов поверхности, будем игнорировать регулирующую функцию налогов, тогда, конечно, и через 10 лет тут ничего не будет. Мы должны смотреть ещё на эту вещь. Просто у нас на каждый год в среднем около минус 10 тысяч молодых людей в работоспособном возрасте. Это через 10 лет составляет около 100 тысяч. Если они не уедут? Если, ну, если тут молодая семья, которая думает о том, ну, молодые люди, которые думают о том, чтобы создавать, что они хотят создавать семью, и хотят двое или даже трое детей, если они будут смотреть, что в Латвии жить с детьми трудно, конечно, и они, часть из них, будут покидать Латвию. То есть наша экономика и в то же время, если мы смотрим на, ну, на данный момент, около 600 тысяч работают в бизнесе, которые создают валовые продукты, эти 30 миллиардов, около 300 тысяч работают в госсекторе, чтобы обеспечить возможность этим 600 работать и создавать, и тут нормально жить. Если мы смотрим на государственный сектор, его эластичность, снижение, работающий в государственной системе, он довольно неэластичный. Значит, уменьшение будет на бизнесе. Значит, если этот бизнес, который будет иметь меньше и меньше молодых людей, которые работают, не сможет содержать армию, которая нам необходима, в госсектор, он необходим для того, чтобы был порядок, дрожь, ибо, то есть веселый, ибо, изглитый, ибо, эти все, да, чтобы эти все были тут, да. Если этого нету, тогда, опять же, будет из-за других причин убегать, да. Ну, понимаете, что мы должны считаться с тем, что у нас будет меньше и меньше работающих в бизнесе. Значит, бизнес должен стать более эффективный, более и более эффективный. Наша эффективность, если мы же смотрим на число пенсионеров, у нас около 550 тысяч пенсионеров, да, 600 тысяч работающих в бизнесе, около 50 из них, 460 тысяч пенсионеров, да, значит, бизнес должен стать более эффективный, эффективность нашего бизнеса должна расти как минимум, ну, 20% в году. Это невозможная сумма, но, чтобы как-то поймать этих, от которых мы отстаем, более и более отстаем, по идее, да, мы должны более высокую эффективность сделать. Но система, налоговая система на рабочую силу, на заработные платы, нас давит, она не позволяет идти на более высокую, на экономику более высокой добавленной стоимости. К сожалению, да, нам нужно уже заканчивать это интервью, уже мы видим, что у вас есть звонки, но вот время подходит к концу. У нас в гостях на Утренболткоме был эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкаунс. Утренболткома. Утренболткома.